всем привет меня зовут Соловьева Марина и в этом видео я вам покажу обзор того чего получила на обзор сайта Ивановского трикотажа по-другому называется компания Василек мне было очень приятно что предложила наша российская компания тем более такая нужная как Ивановский трикотаж наверняка все слышали что это такое но возможно не у всех в городах есть вот можно оказывается заказать сайта очень приятно что российские компании тоже хотят развиваться тоже используют те же самые методы что и китайцы ну а я вам сегодня покажу и расскажу о вещах которые я получила это достаточно большое количество заказала мне дали очень большую возможность огромное спасибо тем кто предложил мне эту возможность заказать чтобы показать вам чтобы рассказать ну и начну с того что я заказала лично для себя это домашний текстиль домашние вещи я сейчас нахожусь в костюмчике этот костюмчик называется домашний костюм бисквит у меня 46 размер и стоит 392 рубля всего лишь две вещи футболка и шортики стопроцентный хлопок и почему 46 размер я люблю все свободное нижнее белье люблю чтоб не перетягивала ну и домашняя одежда для меня должна быть свободной чтобы нигде не жала нигде не давила и я запросто могу взять и 46 размер и 48 лишь подходила по талии 46 размер нам не выглядит очень свободно но я того и добивалась поэтому показываю вам ну и вот такой милейший костюм с пироженками с различными печенюшками пироженками здесь написано тоже по-английски пироженки или печенюшки очень приятный к телу тоненький трикотаж шортики коричневого цвета такой знаете цвет я бы сказала какао даже ближе достаточно глубокие карманы для того чтобы положить телефон когда ты передвигаешься по квартире ну и достаточно широкая футболка которая совершенно не стесняет движений я немножко все прогладила мне настолько все понравилось что захотелось прогладить иногда китайцы присылают сразу видно что носить не буду и надеваю как есть а здесь захотелось показать во всей красе шортики длинные видите да они не просто вот бывают шорты которые едва ягодицы прикрывают они даже при наклоне начинают выглядывать здесь абсолютно все нормально очень прилично ходить можно встретить гостей в таком виде никаких кружавчиков ничего нет для меня это было очень важно следующая вещь это туника туника называется улыбка тоже 46 размера стоимость 378 рублей ну просто копеечная стоимость хэбэшка стопроцентный хлопок тоже есть по бокам карманы а мой рост 164 165 сантиметров и она мне доходит до колена то есть очень хорошая длина сзади никаких рисунков нет и внизу только вот декоративно пришит другое другая совершенно ткань но она полностью сочетается с рисунком здесь фотоаппараты здесь тоже фотоаппарат я честно говоря немножко прогадала с цветом я почему-то не знаю то ли быстро заказывала то ли что я вообще серые вещи не очень люблю ну здесь такой серо-голубой оттеночек яркие буквы в общем мне нормально мне очень свободно комфортно карманы главное для меня в домашних вещах карманы и я могу показать что карман тоже глубокий видите до часов я могу него поместить руку то есть целая ладонь туда входит все нормально телефон поместится не выпадет так что показать дальше давайте я вам покажу что купила сыночку сыночку я заказала набор трусов когда я выбирала что-то детское я дочери заказала одно а сыну тоже решила не оставлять его без покупки без подарка и выбирала ему что-то из нижнего белья он подошел и говорит ой мам все хочу вот эти вот трусы с машинами и они продавались только наборами 10 штук в наборе сейчас вам скажу 323 рубля 20 копеек но это просто даром даже в ашане такие трусы стоят рублей 60 может быть уже сейчас и дороже и они пришли в пяти расцветках вот его показываю все это две штуки светло-серых размер я уже взяла 58 лет моему сыну ну почти 7 5 8 лет это вот так вот такие светло-серые дальше две штуки темно-серых две штуки голубых две штуки такой фисташково-зеленый и две штуки какой-то фиолетово-синий отличаются цвет одни посветлее голубые другие более темные давайте замерим чтобы было понятно какой размер показывать у меня упал сантиметр так замеряю трусики по талии от начала до конца трусики 23 сантиметра то есть талия 22 с половиной то есть талия должна быть получается 45 сантиметров и высота вот так под замерю 23 сантиметра ну чтобы вы сориентировать дальше замерим тунику туника тоже сорок шестого размера и сейчас я измерю получается от проймы до проймы ширину так 52 сантиметра теперь в районе карманов замерю бедра так здесь примерно также 52 сантиметра и длина ну вы уже видели она на на сто шестьдесят четыре идет до колена соответственно если вы ниже будет она ниже и примерно здесь восемьдесят шесть сантиметров так дальше замеряю шорты десять раз уже туда сюда переоделась замеряю шорты талия 37 получается на 74 достаточно широкой резинкой и она совершенно не тугая у меня талия 76 я ее не ощущаю на себе ну и длина у шортиков я сейчас по боковому шву замерю от верха резинки то есть от самого верха шортиков до низу 35 сантиметров и футболка футболки замерю вот эту часть единственную потому что она идет абсолютно прямая и нижний размер у нее отличаться не будет 56 сантиметров футболка шириной ну и давайте ширину рукава вот здесь замерим поскольку тут есть такой небольшой утяжитель и может быть кому-то будет туго здесь 18 сантиметров то есть обхват руки 36 а вот этой туники посмотрите у нее очень широкий широкая здесь пройма и я думаю что абсолютно на любую руку подойдет так ну и длину футболки сейчас тоже давайте замерим длина футболки 65 сантиметров следующее что я получила это подушка я очень долго выбирала себе подушку не знала какую мне купить моя уже вся по истрепалась так на которой сплю но у меня большая проблема с подушками подобрать потому что у меня начинает болеть шея после сна и я почему-то остерегаюсь каких-то ортопедических я люблю знаете как спать чтобы можно было обнять подушку чтобы она чтоб голова в ней немножко проваливалась чтобы можно было под шею немножко подбить а вот эти ортопедические которые вот форму сохраняют или они уже формованные в виде прямоугольников я немножко побаиваюсь их покупать не знаю мне кажется что я не смогу мне надо пообниматься вот так может быть даже полежать на ней поэтому девчонки заказала я пух перо я очень долго спала на подушке с искусственным наполнителем и он то в одну сторону сбивает 100 в другую а я все детство спала на пуховой подушке и под пуховым одеялом пуховое одеяло у меня есть и теперь я получила пуховую подушку я ее сейчас обняла и не хочу выпускать она немножко пахнет пухом и пером здесь кстати соотношение 30 процентов пух 70 перо сорт изделия первый так вторая категория размер 50 на 68 тик наволочный это вот сверху вот этот наперник достаточно плотный не шуршит вот я знаете купила одеяло пуховое какое-то дорогущее а но вот вот оно прям шуршит мне не нравится то что я слышу то есть оно прям как как бы не как балонь как полиэтиленовый пакет хотя одеяло дорогое и когда покупала этого не было заметно а сейчас когда спишь надеваешь его на себя накидываешь и вот этот вот хруст внутренней ткани слышишь здесь ткань другая мягкая и подушка очень очень мягкая да пахнет она конечно пухом и пером но я думаю это не самое противное мне например овечья шерсть нравится меньше если я ощущаю этот запах я вообще не усну или там гречка да вот и с гречихой наполнителей на подушке не смогу спать если пахнет гречка это уже мне кажется с детства такое для меня привычный аромат ничего ну и не такой уж он и пахнет вот вот так нюхать пахнет отнесешь на расстояние уже не пахнет обычная 50 на 70 подушка еще конечно они не стала я только что распаковала посылку и сразу же спешу поделиться с вами потому что ну полный восторг у меня я я конечно же ожидала что это будет что-то что-то хорошее но то что я вам покажу дальше я пришла от этого просто в полный восторг это простыни постына на резинке тоже мне были нужны у меня комплекты постельного белья пододеяльники нормальные наволочки нормальный простыни все разобраны я мих я не понимаю почему просто не у меня в первую очередь обычно у меня наволочки трепались в этих комплектах почему-то и стрепались просто не все я их все выбросила вот прямо уже сейчас выбросила когда получила эти Ну и начну с самой первой, это трикотажная простынь. Я взяла ее светлого оттенка и у меня двуспальная кровать. У меня кровать 160 на 2 метра и примерно 20 сантиметров высота матраса. Вот по этим параметрам я и подбирала. Очень много вариантов. Вы когда наводите на простынь, на резинке, ну или на какой-либо другой товар, комплект, вы сразу видите, какие параметры, что в этом комплекте содержится и каких размеров. Ну и вот я подбирала 160 на 200, уже все, видите, распаковала и на свою кровать примерила. Идеально все подошло. Трикотажная простынь подошла. И хочу показать, смотрите, у нее есть два шва всего лишь на этой простыне. Вот вам видно, наверное, этот шов. Его на короткую сторону. Вот конкретно по трикотажной простыне этот шов натягивается на короткую сторону. Так, и стоит она, сейчас вам скажу, на резинке. Цвет шампани называется 632 рубля. 632 рубля 84 копейки. Тонкий такой трикотаж. Ну, вы знаете, он даже помягче, мне кажется, чем на футболке. Ну, я ее буду использовать именно как на матрасник. Вот эта трикотажная простынь будет как на матрасник. У меня очень скользкий матрас и мне приходится его чем-то накрывать. А сейчас я вообще вот к моим комплектам взяла простыни на резинке. То есть у меня будет две простыни, одна на другой и все на резинке. Вот эту вот я заказала из сатина. Это простынь на резинке из сатина. И что мне навеяло? Я была в Турции и мы спали на просто шикарнейшего качества сатиновом белье вот такого жакардового рисунка. И мне было просто даже интересно сравнить, то же самое будет или что-то другое. И заказала в фисташком цвете, в светлом не было, но у меня есть как раз постельное белье, к которому эта фисташковая простынь подойдет. Ну и я сделала заказ. Есть один нюанс. Давайте я сразу покажу по упаковке. Ну, потому что мало ли кто заказывает, да, на что для себя или в подарок. Сейчас разъясню. Трикотажная простынь цвета шампань. Трикотажная. Идет на картоне, то есть это прямоугольная упаковка. Сверху просто вот такой белый пакет и ничего больше. Никаких рисунков, никаких вкладок. Вот здесь указано, что это простыня трикотажная на резинке. Цвет шампань и размеры. Все. И штрих-код. Больше ничего на упаковке нет. Но она вот будет формованная. То есть как в магазинах продаются, стоят как комплекты постельного белья, так и она стоит. Дальше простыня. Это не та. Не важно. У меня будет две еще простыни на резинке. Из сатина. Она просто свернута и лежит вот в таком целлофановом пакетике. То есть он не очень, конечно, похож на подарочный. Если покупать ее в подарок, то нужно будет завернуть, скорее всего, во что-то еще. Ну, если это какой-то официальный подарок. А если просто принести, тоже нормально, прилично выглядит. Я, когда получила, смотрите, я на двуспальную кровать заказывала. Получая, здесь написано, что это полутораспальная простыня. Сатин, все верно. И думаю, как так? Я же заказывала на двуспальную. И уже хотела писать отправителям. А обнаружила, что вот здесь есть наклейка, штрих-код. И здесь есть поправочка, что это действительно на двуспальную кровать. Так что обращайте внимание, как только вы получите заказ с сайта, посмотрите. Вдруг у вас будет то же самое. Не пугайтесь. Найдите вот этот ярлычок наклеенный. И вы увидите, что там все в порядке. Ну и что хочу сказать по качеству сатиновой простыни. Она немножко пожестче, чем мы спали в Турции. Но я думаю, что после первой же стирки, я постираю, я прямо сейчас пойду. Все будет точно так же мягко. Я просто не представляю, сколько раз была постирана простыня отельная. Потому что каждые там 2-3 дня ее снимают, отправляют в стирку по 5 стелек. То есть она стирается по 3-4 раза в неделю. А это еще не стиранная ни разу. Я уверена, что она будет точно такая же. Очень мягкая. Я ее уже постелила, повалялась на ней, сняла и показываю вам. У нее есть интересная особенность. Резинка только на короткой стороне. То есть там, где у меня 160 изголовья и ноги. Резинка только в этой части. По бокам, по длинной стороне, где 2 метра, резинки нет. Ну, я не думаю, что она будет вылазить. Она же будет в любом случае закреплена. Высота вот этой части, которая будет заходить под матрас, она больше, чем у меня, чем у моего матраса. Я вам сейчас скажу, сколько здесь сантиметров. Так, здесь я намерила 23 сантиметра. Так что, смотрите, если ваш матрас ниже, то она однозначно за него зайдет и не будет никуда выбиваться. У трикотажной простыни, давайте, тоже вам еще раз ее достану. Замерим. Здесь даже 25 сантиметров почти. 24-25 сантиметров. Так, ну и последняя простыня на резинке, это сатиновая. Сатиновая. Так, ой, сатиновая, сейчас скажу. Страйп сатин был фисташковый, стоила 1144 рубля. Ну, сатиновое белье, оно в принципе все не дешевое. Там были и комплекты сразу на спальне, но я решила начать с простыни и закажу себе потом еще и комплект. Так, теперь простынь на резинке цвет поплин. Ой, цвет шампань. Цвет поплин, я уже заговариваюсь. Цвет шампань. Так, и 588 рублей она стоит. Да. 588, получается, самая дешевая. Из поплина. Вот я не знаю, в чем разница поплина и бязи. По-моему, поплин более гладкий, такой шелковистый на ощупь. Приятная простыня. Тоже она мне под второй комплект, где у меня уже простыня в негодность пришла. И точно так же, по короткой стороне здесь есть резинка, а по длинной резинки нет. Ну, и измерю высоту, чтобы она хорошо надевалась на ваш матрас. Сразу можете оценить. Здесь написано везде по 20 сантиметров, но вот по факту я уже две замерила, да, и оказалось даже немножко побольше. То есть 20, скорее всего, указана высота вашего матраса, да, какой он должен быть. А остальной запасик идет на то, чтобы она не выскакивала из-под матраса. Здесь тоже 22 сантиметра, то есть дается задельчик на то, чтобы она у вас под матрас спокойно зашла. Следующее, что я заказала, ну, это уж, как говорится, для кучи посмотреть полотенце для кухни. Такие миленькие мне понравились. Вот это полотенце называется, так, кухня, так и называется. Размер 43 на 60 стоит 63 рубля. Вот это полотенце стоит. Достаточно жесткая, здесь уже есть петелька, что мне очень понравилось, что не надо никакие крючки вешать, ничего, пришивать. Так, и я покупаю, кстати, крючки в фикс прайсе, такие зажимчики, и на них эти полотенца прикрепляю. На втором полотенце я не вижу такого, такой петельки, к сожалению. Это полотенце клетчатое и полутенце полулен, клетка, 48 рублей. Достаточно жестковатый, не очень люблю, но как салфетка когда-нибудь все равно сгодится. И последнее, что мы сейчас вместе с вами будем вскрывать, я не хотела без вас скрывать, потому что я потом так не упакую красиво. Это комплект постельного белья, стопроцентный хлопок и называется совушки. Это заказ моей дочери, очень уж любит она этих совушек. И это полутораспальный комплект на ее кровать. Значит, сделано в России, адрес Иванова, стопроцентный органик, стопроцентное качество пошива. Перед первым использованием рекомендуется постирать при температуре 40 градусов без использования хлора. Идеальное соотношение цены и качества. И такой комплект постельного белья совушки стоит 1098 рублей. Очень-очень приемлемая цена. Конечно, и на рынке можно купить за такие деньги какое-либо постельное белье. Но все, что касается каких-то трендовых рисунков, совушки, фламинго, кактусы, еще что-то, это сразу цена такого же комплекта, такого же состава. Вдруг вырастает там до полутора-двух тысяч по отношению к каким-то простым рисункам, да, каким-нибудь цветам, клеткам. Все, как только какой-то трендовый рисунок, дети, падки, на это сразу делают наценку. Ну, а здесь просто, пожалуйста, вам за те же самые деньги, но очень симпатичный рисунок. Так, я снимаю упаковку. Сюда вложена картинка. И на картинке просто этот комплект постельного белья изображен так, как он будет у вас на кровати. Так, ну вот у меня должен быть такой. Здесь, видимо, еще вот такой вариант на оборотной стороне, совушки с двумя звездочками. Ну и посмотрим, что в него входит. Сейчас я разверну. Итак, в этот комплект входит простыня, только совушки на простыне, никаких других нет. Все, здесь одинаковый рисунок. Полутораспальная простыня. Достаточно жестковатая ткань, не супер мягкая бывает и помягче ткань. По-моему, это бязь. По-моему, это бязь. Ну, почему-то не написано. Дальше. Наволочка 70 на 70 из такой же ткани, как и простыня. И вот таким способом она закрепляется на подушке. Это не кнопочки, не пуговки, а обычный такой кармашек. Ну и пододеяльник. Пододеяльник уже из другой ткани. Сделан тоже жестковатый. Обязательно постираю и добавлю хорошую порцию кондиционера. Ну, я думаю, что эта ткань более мягкой станет, не знаю, наверное, через пару стирок. У меня уже было белье из аналогичной ткани. И через пару-тройку стирок оно стало совершенно мягким. Одеяло будет продеваться в боковой разрез. Я его долго искала, прежде чем показать. Боковой разрез и вот такая ткань. Здесь тоже совушки, но немножко другие. Уксусом пахнет. Знаете, вот эти вещи пахнут немножко уксусом. Вот как советские раньше покупали. И закрепляют уксусом цвет на ткани. И вот они также пахнут. Это сейчас все абсолютно пойдет в стирку. Потом с удовольствием все постелю на свою кроватку. В этом буду ходить дома. В общем, девочки, я очень-очень довольна. Рекомендую вам. Проходите по ссылке под этим видео. Вы попадете на сайт и сможете заказать себе те же самые товары или какие-то другие. Посмотрите, там, допустим, домашняя одежда начинается от 300 рублей. И есть какие-то очень, какие-то прям даже на вид мягкие, симпатичные одежды на детей. Есть много чего. И комплекты постельного белья, и просто белье. Я, честно говоря, не ожидала такого ассортимента. И очень рада, что наши производители работают через интернет. Приходят заказы через интернет. Достаточно быстро мне дошел заказ. Наверное, за неделю после. Или дней 10 прошло с момента того, как я сделала заказ и как его получила. Номер отслеживался. То есть я видела, где идет моя посылка. Это тоже очень удобно. То есть отправили, прислали мне трек-код, и я уже по нему отслеживала посылку. Если у вас будут ко мне какие-то вопросы, пишите под видео. Если производителю, это, пожалуйста, на сайт. И задавайте уже вопросы там. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Соловьева Марина. До новых встреч. Всем пока.